Да, я просто хочу поделиться такой мыслью, которая на моём сердце уже как бы приличное время. Наконец-то у меня появилась такая возможность с вами поделиться. Вы знаете, у нас в последнее время я обратила внимание, я также просто прошу Духа Святого, чтобы Он раскрыл мою мысль и то, что я хочу передать вам, чтобы она откликнулась в вашем сердце, в вашем духе. Потому что я чувствую, что Бог переводит нас на следующий уровень хождения с Ним и общения с Ним. Что, вы знаете, я настолько замечала, я уверена, что это Бог, что это Дух Святой, который, знаете, иногда мы ходим с Богом, общаемся, ходим в церковь. И потом вдруг у нас на какое-то, наше внимание начинает направляться на какую-то ситуацию или на какую-то вещь, или что-то, вот именно ты начинаешь какие-то вещи замечать. Это так стало у меня. Я знаю, что это не только я такая, поэтому мы в теле, вы знаете, у нас как группами, корпоративные группами, которые мы ходим в определенном откровении, или какие-то у нас глаза открываются. И я хочу именно к этой группе, я верю, что мы, эта церковь, та группа, которая доросла до этого, и Бог хочет, как сказать, центрировать наше внимание на эту вещь, на это откровение, на эту ситуацию. Я свою мысль, можно сказать, назвала так вот, именно о том, о чем я хочу поговорить, о чем Бог просто направлял мое внимание некоторое время. Евангелие Христа или Евангелие человека? Вопросительный знак. Какое Евангелие мы верим? Какую Библию мы читаем? Потому что Библия, она такая очень интересная, правда? Ты, вот в каком уровне ты, на каком уровне ты находишься, то ты и получаешь то, что, то, то читаешь, то, то, что видишь и слышишь. То, что Бог говорит тебе. Евангелие Христа или Евангелие человека? Читаешь ли ты ее только для себя? Увидеть себя там? Или ты читаешь ее, потому что ты увидишь, хочешь увидеть Христа там? Хочешь ли ты увидеть Его натуру? Хочешь ли ты познать Его через Его Слово? Или ты ее ищешь для себя? И именно о том, о чем я хочу поговорить. Вы знаете, в стадии христианства есть, как мы все знаем, есть дети духовные, есть сыны, юноши и есть отцы. И я верю, что христианство, оно должно перейти в отцовство. Оно должно перейти в зрелость. Потому что, знаете, духовные дети — это классно. Это очень такой яркий такой, шумный такой период. Потом приходит юношество, где ты начинаешь немного так бунтовать. Ты начинаешь так, мне это не нравится, я не хочу. Ты начинаешь уходить, приходить к Богу. Ты начинаешь познавать себя, кто ты. И начинает проявляться, может, интерес твоей идентификации. Потом приходит сыновство. Когда ты приходит уже, ты начинаешь уже становиться личностью, ты уже стал личностью. И потом приходит отцовство, где ты начинаешь уже реальную духовную зрелость, где ты уже не ищешь своего. И моя мысль вот о чем. Я хочу просто забросить ее вам. Что существует у нас на данный момент два Евангелия. Знаете, я сама думаю, ну, у нас Евангелие Христа, мы проповедуем Христа. И Бог потом мне начал, знаете, такой, как я смотрю, замечаю, подожди, подожди, Господь. Знаете, когда ты начинаешь служить Ему, начинаешь, как бы, я даже заметила, вот, мы часто ездим, проповедуем, служим. Я, во-первых, себя в этом увидела. У меня была тоже эта стадия, где все было насчет меня. Я читала Библию, я читала Его Слово, я молилась для себя. И, знаете, центром всего была я. И это на определенный период, дорогие, это хорошо, это нужно. Там, где Бог строит нас, где мы узнаем те, кто мы. Но приходит следующий уровень. Вы знаете, церковь, я немножко дам такую легкую пощечину. Я буду просить Духа Святого, чтобы Он ее сгладил, эту пощечину. Чтобы мы не сильно ее почувствовали сегодня. Чтобы мы ушли отсюда. И те, кто слушает, я, кстати, забыла, забыла. Дорогие, кто смотрит нас в эфире. Мы вас любим. Простите, я часто не на сцене это делаю. Забыла. Мы вас видим, мы вас любим, благословляем. Да, и моя мысль в том, вот в чем, что мы настолько, знаете, запутались и за, как сказать, законцентрировались на себе, на моем, что мы забыли вообще, что есть истина, что, ну как, мы знаем, что наш Христос это истина. Но мы все центрировали насчет себя. Что есть Евангелие человека? Там воздвигается человек вместо Бога. На престоле сидит человек, его нужды и поклонения человеку. Где Бог должен служить мне. Поверьте, это даже, как сказать, это не религиозная даже тема. Поверьте. Это настолько, особенно я говорю сейчас за западное христианство. Где сейчас мы слышим проповеди. Все насчет души. Как я должен построить себя. Как я должен состояться. Подожди, я еще не состоялся. Как насчет моего призвания. Как насчет моего будущего. И вы знаете, опять говорю, был период, где это было хорошо. Это где было нужно. Я не убираю это полностью с картины. Но когда это начинает настолько перевешивать наше состояние, нашу жизнь с Богом. Тут мы начинаем, тут мы видим именно разочарование. Почему мы часто, я часто вижу разочарование в Боге. У людей куча вопросов. Знаете, вы заметили, когда человек только пришел к Богу. Когда он отдал свою жизнь Богу. Заметьте, может даже себя. Ты такой радостный. И Господь, вся жизнь моя твоя. Я только, все для тебя. Все тебе. И ты просто любишь Его. Служишь Ему. Ты свидетельствуешь. Ты молишься. И потом, подожди. А насчет меня. Я просто хочу немного, чтобы как бы ваше внимание. Знаете, как бы, чтобы вы обратили на это внимание. И поправили ваше вообще хождение. Может, какие-то вопросы у вас и ответятся. Получили ответы на вопросы. Подожди, подожди. А я? А как мое служение? А кто я? И вы знаете, и когда мы начинаем, мы говорим. И когда ты только понял. И вы знаете, еще вот это вот сравнение друг с другом. Кто состоялся, кто не состоялся. И вот эти моменты, которые приходят, они начинают сбивать нас. Где Бог должен служить мне. И Он любит служить нам. Поверьте, Он хочет служить нам. Он здесь, Он, знаете, Бог отдал Своего Сына, чтобы привести нас к Себе. И это классно. Это супер. Это настолько сильно. Почему мы видим в христианстве много разочарований в Боге? Крах. Все потому, что мы поставили себя в центр внимания. Дьявол очень, можно сказать, изящно, так, хитро провел операцию в церкви. Он настолько все убрал Христа. Убрал, что Христос уже, можно сказать, очень редко проповедуется в церквях. Больше, как стать победителем. Какой я сильный, какой я чудесный, какой прекрасный человек. И, знаете, и тут теряется. И тут, получается, когда переходит, приступается эта черта. Поверьте, это мне Дух Святой тоже в такой форме начал меня, знаете, не то что обличать, просто открывать мне картину. Я хочу вам тоже немного приоткрыть эту дверь. Может, для кого-то сейчас это шок, или для кого-то, может, это понятно уже, ясно. Вот. Что Христос центр всего. Христос наша жизнь, дорогие. Вы знаете, все вопросы уходят, когда Он у вас на первом месте, когда Он у нас на первом месте, когда Он наш центр, Он наш центр, Он центр нашей вселенной, дорогие. Это не насчет нас. Это не насчет нас. Евангелие, Библия, это не насчет нас, дорогие. Да, мы часть этого, но это не насчет нас. Мы там не главные герои в Слове. мы часть этой истории но мы не главная часть главная часть это христос он наша жизнь он наша реальность дорогие состоятельность нашей жизни почему мы когда говорю как я говорил когда мы отдали свою жизнь у нас все центр и у нас как бы все понятно да может куча вопросов но как-то все понятно и потом когда мы начинаем отходить и я заметила по себе тоже когда я начала у меня начался по начинался проявить появляться какой-то хаос непонятка в жизни я началась терять себя ну как бы свое предназначение свою цель кто я во-первых первое я мы должны понимать не главное наше предназначение а главное понимать то что ты сын и дочь его это самое важно дорогие это самый такой простой банальный ключ понимание кто ты в боге оттуда во все и вопрос все 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 оттуда оттуда приходят все ответы на все вопросы дорогие поверьте ваше хождение с богом потому что наша жизнь она базируется на этом она базируется на этом познание его знать кто мы в нем и что это все насчет него дорогие мы уже перешли на тот уровень где мы должны оставить себя и все свое все свои нужды все свои прихоти все свое призвание все 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 искус ты моя цель ты моя награда ты моя ценность я живу даже если у меня ничего не будет что я хочу какая разница у меня есть ты у меня есть ты я даже просто знаете это мы говорим также на каждом энкаунтере я люблю говорить эту тему потому что когда многие приезжают туда они приезжают за целью что ну за целью в жизни кто я для чего я на этой земле игру ты сын и ты дочь это номер один и когда ты при на у тебя это есть при принадлежность кто ты принадлежишь царю царей царю все больше богу вселенной творцу вселенной это вообще-то как подумать вау и как и тут уже уходят вопросы а если он сотворил тебя он создал тебя значит он создал и твое предназначение то для чего и тебе не надо ни о чем переживать быть с ним пребывать в нем дьявол у нас только хитро настолько и есть просто внедрил это сделал такую тонкую опера операцию они у как сказать он не запретил приходить в церковь служить богу все ли все его служат все хотят его служить все хотят это делать все ждут открой мне на моё призвание но когда ты служишь кому кого-то не знаешь и тут приходят разочарование тут приходит и тут и люди впадают всякого рода грехов и всяких проблем потому что мы то мы служим но мы не знаем кому услуги зачем мы вообще все это делаем для чего он убрал христа когда у нас в центре знаете я даже мне настолько вот дух святой так и знаете я благодарю его потому что когда ты говоришь господь я отдаю тебе всю мою жизнь мне ничего не нужно только ты а теперь ничего не надо пока и все и все двери закрыты никто меня не видит никто меня не слышит у кого-то было такое что господь я хочу но я да я отдаю тебе всю жизнь твою вся моя жизнь твоя и тут такая затишье тишина никто тебя не слышит на тебя внимание никто не обращает у тебя только какой-то вот куча времени про его появляется для бога его как будто становится и он становится центр твою его центр твоего внимания знать это то что хочет бог сделать и бог не показывает ты же сказал эту молитву игру как моё призвание груда забудь сейчас за это просто забудь забудь сейчас про себя сфокусируйся на мне иду с этой таким приятным таким на найти как сказать вот наталкивал меня подталкивал меня забирал у меня многие игрушки мои которые мне очень хотела с ними играться духовными игрушками и я сначала я обижалась на бога у меня было такое чисто ладно если ты так я не буду с тобой общаться я не буду с тобой проводить время ты не даешь мне то что я хочу чтоб я получила ты мне сказал ты меня призвал и тут мне все забрал как я не забрал у тебя ничего то что не принадлежит тебе я забрал у тебя твои игрушки я дам тебе но потом вот это я говорю что за наши вот эти вот часто вот мы разочараемся потом у меня было такое подожди господь но я уже старею я уже мне уже сколько лет а я еще не состоялась в жизни своей не переживай 5 он у меня начинает успокаивать у тебя есть все что тебе нужно у тебя есть я и вы знаете он мне это говорила меня тогда я знаю у меня есть ты да да господь ты есть ты есть ну дай мне ну дай мне он опять не к тебе есть все что тебе нужно игру я понимаю но мне не хватает вот что тебе не хватает что тебе не хватает тебе не хватает платформы тебе не хватает внимания тебе не хватает что-то делать тебе нужно чем-то руки занять что-то вот найдет вот что-то поделать и знаете его я заметила вот одно что нам просто быть с иисусом просто быть с богом на мало на для нас он скучен он не Поэтому мы забиваем свое внимание с чем-то разными игрушками, чтобы просто отодвинуть, чтобы занять себя физически и морально, но духовно не инвестировать в него, не инвестировать в отношения с ним. Это наше христианство, и поэтому мы видим, что веры практически нет. Когда мы начинаем молиться за исцеление, у нас сразу, ну, если Господь будет твоя воля, ну, твоя воля, если она добудет, тогда человек исцелится. Потому что мы не знаем, мы не проводим время с верой, мы не проводим время с жизнью, мы не познаем, мы не инвестируем в дух, в реальность, в саму жизнь. Потому что для нас мы и то, что мы хотим, и то, что мы жаждем, оно на первом месте, мы убираем Христа. Что есть престол человека? Это вот, я, мне и мое, и все для меня. И мы убираем Христа с престола. А что, я всегда говорю, всегда это я говорила, и вот на энкаунтерах, когда служу, и так мы говорим, Христос достаточен, что он настолько, знаете, может казаться таким скучным, но он вообще не скучный. Ребята, он настолько яркий, он настолько красивый, он настолько обширный, когда мы начинаем проводить с ним время и познавать его, и ставить его на первое место, дорогие. Мы, читая Библию, ты, знаете, я еще вас, я заметила одно, когда я читала Библию для себя, оно было мне скучным. Оно было реально скучным. Когда я читаю его познать, чтобы познать моего Бога, говорю, Господь, я хочу познать Тебя, откройся мне через Твое Слово. Это просто миллион красок, миллион его характер, его реальность, его натура настолько стала открываться для меня. Я влюбилась в Его Слово. Я влюбилась в Него через Его Слово. Оно не скучное. Оно скучное, потому что когда ты читаешь, подожди, дай мне нужно прочитать, чтобы сказать, галочку поставить, или мне нужно где-то кому-то послужить, мне нужно знать Его Слово. Реально, ты будешь заставлять себя это делать. Но когда ты идешь в тайную комнату не для себя, а ты идешь для Него, потому что ты любишь Его, ты хочешь познать Его, потому что Он твоя ценность, Он твоя жизнь. Поверьте, твое интимное провождение с Ним будет совершенно обширным, ярким, интересным. Мы можем слышать, дорогие, куча проповедей, куча разных откровений, но вот эта истина, дорогие, она настолько простая, но настолько далеко. Я знаю, что мы церковь, мы глубокая церковь, мы ищем Бога, мы любим Его, мы просто влюблены в Него. И мне нравится, когда говорят люди, что если вы хотите познать Бога, вот идите в эту церковь. Это огромный комплимент, потому что реально, мы здесь бросаем себе вызов, мы понимаем, что Он наша ценность. И чем больше ты это сильнее начинаешь понимать, тем ты начинаешь больше убирать фокус себя и направлять фокус на Христа. Убери фокус себя, направь на Христа и наблюдай, что будет происходить. Написано, ему возрастать, это Иоанна 3 глава, мне же становиться все меньше. Тот, кто явился свыше, превосходит величием всех обитателей этого мира. Тот же, кто обитает на этой земле, принадлежит всему земному и говорит лишь о земном. Тот, кто сошел с небес выше всех. Иоанна 3 глава, это 30-31 стих. Есть здоровая неудовлетворенность. Где ты неудовлетворен, ты хочешь больше, это здоровая. А есть нездоровая. Нездоровая удовлетворенность, это почему, знаете, вот когда мы видим, человек ходил с Богом, и тут раз он ушел куда-то вообще не понять куда. В какой-то оккультизм, в какую-то мистику непонятную. Думаю, как? Иисус, как? Те, кто ходит с Богом близко, тот, который Христос на первом месте, думаешь, как? Он достаточен. Да, Он открывает тебе свои тайны, свои вещи. Потому что мы сейчас видим, в христианстве начало это тоже продвигаться. Мы видим, что нездоровое разочарование. Потому что мы не хотим инвестировать в Христа. Мы не хотим инвестировать в Личность Христа. Поэтому мы хотим быстро, где-то там, на побочных источниках что-то получать. Но, знаете, семя, как бы, царство Бога, оно подобно семени. Оно падает, и оно, ну, знаете, семя, оно же маленькое. И чтобы, когда оно производит плод, занимает определенное время. Его нужно поливать. Его нужно инвестировать в это семя. Если мы в это семя не будем инвестировать, туда ничего не вырастет. Ни куст, ни дерево, ничего. Но наше, знаете, в христианство в последнее время все хочет очень быстро. Все очень хочет очень быстро. У нас поколение ТикТока. Наше внимание, сколько там сейчас, на минуту, секунд, видео терился. Очень быстрое. И поэтому нам тяжело именно инвестировать. Трудно, можно так сказать, инвестировать в отношения. И я знаю, что это настолько важно. Чтобы иметь именно достаточность в Боге и иметь Его, нам нужно инвестировать. Мы должны поставить Христа и Его желание на самое первое место. В церкви пора отсоединиться от этого мира. Как я говорила, церковь Запада в протяжении многих лет настолько слилась с этим миром, что их понимание Бога исказилось в их понимании, что это тот, который должен исполнить все их желания. И когда приходят какие-то испытания, какие-то моменты, у нас сразу, знаете, поднимается наша вера в Бога. Подожди, а кто вообще такой Бог? Где Он вообще? Что происходит? Господь, где Ты? Я не понял. Я служу Тебе. И тут у меня какие-то испытания пришли непонятные. Мы начинаем испытания разного рода. Это семейные, физические, какие-то духовные вещи, что-то происходит, знаете. Но я, знаете, обратила внимание, что когда ты с Ним, независимо, какие штормы жизни ты проходишь, ты понимаешь, что Он с тобой рядом, Он тебя не оставит, Он в тебе и Он рядом с тобой. Несмотря ни на что, дорогие, нету, даже вопроса нету, а где Бог? Даже мысли такой нету, а где Бог? А где Он был, когда это происходило? Вопросов даже нет. Потому что ты знаешь, что, во-первых, что я Его сын, я Его дочь. Он добрый Бог, Он любящий Бог. Он за меня, Он во мне, и я Его. И ничего не произойдет с Нимой, то, что не должно произойти. Мне нравится этот стих. Я его прочитаю. Я не знала, не думала прочитать, не почитать. Особенно вот сейчас для нашего христианства, которое сейчас такое пушистое, такое, знаете, ну как много чего боится, и все от однокого чего бежит. Первая Петра, четвертая глава, с 12 по 14 стих. Возлюбленные, не удивляйтесь тому, что вам приходится проходить через огненные испытания. В этом нет ничего странного. Наоборот, радуйтесь, потому что вы тоже участвуете в страдании Христа, потому что вам радоваться и веселиться и тогда, когда откроется Его слава. Если вас оскорбляют во имя Христа, то вы благословены. Это значит, что Дух славы, Дух Божий покоится на вас. Еще мне вот тут Иоанна, первая глава, второй стих. Братья, с великой радостью принимайте всякие испытания. Не паникуйте, когда что-то начинает происходить в вашей жизни. Радуйтесь. Знаете, кто из нас последний раз радовался, когда проходил испытание? Он говорит, помоги, Господь, спаси и сохрани. Наоборот, радуйтесь, радуйтесь. Потому что вы, это знаете, в этих моментах, где, во-первых, Бог проявляется, во-первых, в этих моментах мы познаем Его силу. Вы именно в этих моментах испытания. Никогда все хорошо и все идет по маслу. Наоборот, когда и приходят испытания разного рода, ты наоборот, говорю, Господь, ты такой классный, какой ты сильный, какой ты любящий, какой ты просто обалденный. Не знаю, в моей жизни так. В моей жизни так было. Какие там вещи, болезни или там испытания в семье. Ты молишься, молитвы, молитвы, как будто Бог не слышит. Он слышит. Он хочет провести тебя, чтобы показать тебе, нам, на Его верность, Его любовь и Его чудо. И когда мы начинаем, когда мы видим, когда мы еще больше начинаем радоваться, что и благодарить Его за то, что Он сделал в нашей жизни. Поэтому написано, радуйтесь. С великой радостью. Поэтому если мы видим, я буду смотреть. Если вы будете очень сильно радоваться, значит, мы что-то проходите. Проходите испытания. Потому что, знаете, когда ты знаешь, кто ты и чей ты, ну ничего тебя не возьмет. Абсолютно ничего. Потому что ты знаешь, что Христос твой Господь. Он твой хозяин. Он твой, можно сказать, отец, папа, босс. Как ни называй. У него много титулов. Много имен у нашего Господа. Вы знаете, это такая простая мысль, которую я хочу поделить с вами. Чтобы вы сделали его вашей ценностью. Чтобы вы сделали его вашим приоритетом. Вы сделали главной целью познавать его сердце, его желание. Я, моя молитва всегда, она будет, наверное, до последнего, когда я уйду с этой земли. Я говорю, Господь, я хочу познать Тебя, как Ты познал меня. Я хочу познать Тебя, Господь, так, как Ты познал меня. Это моя молитва. Каждый раз, когда я провожу с ним время, говорю, Господь, я хочу познать Тебя. Вы знаете, одну вещь я уже услышала, и меня это настолько сразило, что мы на небе всю вечность будем познавать его. Он скажет, знаете, почему у этих зверей, которые окружают его трон, много глаз. Они покрыты глазами. Потому что когда они, знаете, новое, Бог поворачивается, они опять ее... Они постоянно, они не сводят, они не закрывают свои глаза, потому что они не хотят пропустить откровения и то, кто есть Бог. И они в молене, это не знаю, сколько вечность, можно скажу, познают Бога. И мы говорим, что мы его уже познали. И мы говорим, что он скучный. Мы его еще не познали. Мы только у преддверия познавать, кто его сущность, его реальность, кто он есть. Мы только у преддверия, дорогие. Но когда ты его реально познаешь, поверьте, это настолько ярко, это настолько красиво, это настолько нескучно, когда ты убираешь себя в сторону, он становится скучным, дорогие. Я скажу сразу, потому что мы себя туда поставили. Мы себя поставили в это. И поэтому, говорю, потому что, честно сказать, мы неинтересны. Мы неинтересны. Вот честно скажу. Кто-то сказал, да нет, я интересный. Нет, в сравнении с Богом нет. Потому что, говорю, тут у нас, да, мы, может, в какой-то мере есть уникальные люди, да, где, да. Но наш, в сравнении с нашим Богом, почему, говорю, когда я убрала себя в сторону, я убрала себя, я говорю, Господь, не моя воля будет, но Твоя. Я хочу познать Тебя. Просто забери, просто я отодвигаю себя, и я ставлю Тебя на престол моей жизни. Все насчет Тебя сейчас. Не насчет меня, не насчет моих желаний и моих прихотей, и моих, то, что я хочу получить. И знаете, у меня один момент, я, наверное, часто этим делюсь, но мне это настолько, этот момент перевернул. Вот именно там произошел полный поворот в моем хождении с Богом. Потому что так до этого я все, я выкладывалась, я выслуживалась, я отдавала всего себя, и все было насчет меня. Потому что когда ты отдаешь себя, ты, ну, ожидаешь что-то получить взамен. Говорю, ну, теперь Бог что-то должен мне дать. И когда Бог не дает, тут начинаются у меня обиды на Бога, что Бог мне чего-то не дал. И когда я себя убрала с картины, я говорю, Господь, даже если у меня не будет моего призвания, даже если я не буду через меня исцеляться, мертвые воскрешать, и там, что я хотела, я видела, картины разные, и то, что мне пророчествовали. Я говорю, если у меня будешь только ты, мне достаточно. И вы знаете, я реально, я это сказала, когда я мыла пол, я просто убирала, и вот это вот мой разговор с Богом. и я реально, я просто Бог, Иисус, Он вздохнул. Я услышала Его вздох. Он говорит, наконец-то я услышал. Я так рад, что ты это поняла. Ты мне нужна, мне ничего не нужно от тебя. Мне ничего не нужно от тебя. Спасибо, но это не главное. Мне нужен Ты. И я поняла, что Богу от меня ничего не надо. Все, что мне нужно, это Он. Он достаточен для меня. Достаточен ли Бог для тебя сейчас? Достаточен ли Иисус для тебя? Или ты еще хочешь чего-то, ищешь чего-то? Достаточен ли Он для тебя? Потому что если Он для тебя еще недостаточен, ты будешь вечно неудовлетворен и разочарован. Это факты. Поверьте, я уже в служении с Богом очень долгое время. Знаете, где у меня ушло вот это все, когда я это сделала? Когда я поставила Его на первое место. Господь, мне ничего. Я не хочу ни служения. Я не хочу ничего. Я хочу только Тебя. Если мне вот это, дорогие, мне, поверьте, я не ищу этого. Я не хочу этого. И я думаю, все, кто уже прошел долгое время на сцене, все это поняли, что это не важно. Это вообще не приоритет наш. Он наш приоритет. Он наша ценность. Он наша реальность. Он наша жизнь. Мы любим Его и Его только. Вот к чему Он хочет призвать свою церковь. Куда Он хочет вывести свое тело. В себе. Сказать, что все вот эти краски, яркие вещи, все это заманчивое, то, что куда мы вот смотрим друг на друга. Вы знаете, все, что вы хотите, должны получать от меня, а в сообщении со мной. Это большая жажда к Богу. Это больше Его, чтобы у вас загоралось именно желание проводить с Ним время. Мы вот, когда общаемся друг с другом, не больше служения, не крутой дом, не крутые машины, тачки и одежды, дорогие. Его. Он. 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 И Он. Все. Абсолютно. Только Он. Он наша истина, цель. И Он наша ценность. Познавать Его сердце, Его желание, это наше предназначение и цель. Из саду Иисус молился не твоя, не моя воля, но твоя да будет. Он до конца творил волю Отца. Он настолько любил своего Небесного Отца. Он проводил с Ним время. И только когда ты проводишь с Ним время, ты знаешь Его сердце. Ты знаешь Его желание. Поэтому, знаете, многие из нас сначала кучу всего делают, а потом узнают, ищут, Господь, а ты вообще хочешь этого или нет? Ты этого хочешь или нет? И я знаю, зачастую по себе я скажу, что зачастую этого просто... Знаете, как я с баптистов припрыгнула к харизматам, и там сразу все нужно делать. Если ты не делаешь что-то для Бога, значит, ты вообще даже не христианин. Ты не живешь по Евангелию, если ты не служишь. Я настолько заслужилась, что я даже потеряла именно вообще личность Иисуса в своей жизни. Я поставила служение на первое место. И как потом, как я говорила, Бог начал забирать все мои игрушки, с которыми я любила играться. Это как служение. И все, что я делала, да. И Он просто начал закрывать меня, прятать меня. И просто, можно сказать, не то что заставлял, так наталкивал проводить с Ним время. Евангелие Христа — это переступить черту эгоизма и полную отдачу себя и своей жизни ради того, кто отдал свою жизнь за нас. Это и есть Евангелие Христа. Отдача себя для того, кто отдал свою жизнь ради нас. Он отдал всего себя. Вы знаете, в Евангелии, вообще в христианстве, вообще у Бога все насчет отдать. Все насчет отдать себя, пожертвовать собой, не служить для отдать себя, свое сердце. Первое, что Ему нужно, это, Господь, мое внимание, мое сердце, оно полностью принадлежит Тебе. Потому что я знаю, многие в церквях, в христианстве, они ходят в церковь, они родились в церкви, ну, пришли, может, уже, кто-то долго, кто-то не так давно. Как я говорю всегда, пример. Ты, ходя в церковь, не делая тебя христианином. Это то, что ты, как, ты постоял в гараже, ты не стал машиной. Как бы ты, ты, тебя нет, делает тебя христианином твое личное, личное общение с Богом. Знание, кто есть Бог и кто ты в Нем. Я говорю, Господь, я хочу служить Тебе лично. Я хочу знать Тебя и я хочу отдать все мое Тебе. Я понимаю, что это не насчет меня, а все насчет Тебя, Иисус. Деяние в 20 глава, 2 стих. Но я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью, только бы радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедовать Евангелие, благодать Божией. Я уже не дорожу. Я, знаете, мои желания, мои, то, что я себе нарисовала картину, но, знаете, оно очень тяжело еще часто, когда с многими тоже разговариваю, да и сама себя все это, когда тебе на пророчество вали кучу всего, что я люблю пророчество, я не говорю сейчас ничего против, но когда тебе сказали, какой ты великий, какая ты львица, какая, какая ты, и ты ждешь этого сезона, и ты ждешь, когда же я буду этой львицей, когда я буду завоевывать нации для Христа, а Иисус стоит. Я тут стою. Куда? Куда ты бежишь? Я просто хочу просто натолкнуть вас на эту мысль, что Он центр всего, всех пророчеств, всех служений, абсолютно всего. Даже, я говорю, если вы до конца своей жизни просто будете, вот, ну, у вас не будет там тысяч там и еще какое-то глобальное служение, у вас семья, у вас ваши дети, у вас внуки, у кого-то правнуки, но Иисус достаточен. Я хочу просто поощрить вам, что искать служение — это хорошо, преследовать — это хорошо, но Иисус важнее. Иисус важнее, дорогие. Я вот этот хочу поинт такой сделать, что искать себя, свое предназначение — это хорошо, но Иисус лучше, и Он важнее. Когда вы начинаете, когда мы начинаем немножко сдвигать наш фокус, просто попроси Духа Святого, Дух Святой, направь меня, чтобы поправь меня. Если мое внимание начинает сходить со Христа, с Его личности и кто Он, и если я начинаю больше концентрироваться на себе, на своих нуждах, на своих желаниях, на своих проблемах, откорректируй меня, поправь меня. Я не хочу терять свой взгляд с тебя, я хочу, чтобы ты был всегда центром моего внимания, моей любви. Ваши молитвы изменятся, ваше поклонение Богу изменится. Знаете, когда мы поклоняемся, вы знаете, когда уходят песни, когда не поются песни про нас, нам как-то скучно становится. Мы как-то, подожди, а где тут я? Потому что все Христос, да Христос, да все Агнец, да все Агнец, а где я? Какие мои проблемы? Как я могу пройти через эти проблемы? Дорогие, у вас, ваше поклонение изменится, ваши молитвы изменятся, когда вы уберете себя. Поверьте, и вы, Бог у нас столько уникальный. Когда ты начинаешь превозносить Его, Он начинает превозносить тебя. Он начинает прославлять тебя. Он начинает служить тебе, когда ты начинаешь служить Ему. Он хочет это делать, Он настолько любит служить, поверьте мне, но тот, кто любит, тоже хочет быть любимым. Это двухсторонние отношения, это не односторонние отношения, дорогие, когда все насчет нас, это эгоистические отношения. Кто хочет быть в таких отношениях? Да никто. Потому что, когда только отдаешь, 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 ничего взамен не получаешь. Я всегда говорю, общайтесь с Ним, ведите диалог с Ним. Потому что, когда вы, кто женат, вы понимаете, что когда односторонние, кто-то отдает, подожди, что-то нечестно. Но Бог, Он любящий, Он терпеливый, Он ждет нас, пока мы начнем. А, окей, поняли, это все насчет тебя, Господь. Окей, все, поклоняюсь тебе, я славлю тебя. И когда ты, после этого, когда ты, я просто хочу, чтобы наши всех глаза открылись насчет этого, что все это не насчет нас. Евангелие, Голгофа, да, мы часть этого. Мы благодарим Бога за Его жертву, но это все насчет Него, потому что перед Ним все колено преклонятся. Его будут прославлять все нации и племена, не нас. Мы Его будем прославлять. Это именно и цель, чтобы мы здесь это поняли, дорогие, что это не насчет нас. Это насчет Христа, Его жертвы и кто Он есть, что Он есть царь наш. Он наш Господь, Он наш жених. Он центр всего. И когда мы начинаем чуть-чуть заливить, Дух Святой, поправь нас, поправь нас, просто веди нас на следующий уровень отношений и близости с тобой, потому что это и есть. Его цель на этой земле, Он им был дан, Он был послан сюда, на эту землю, служить нам, направлять нас, учить нас. Окей, я на этом закончу. Спасибо, дорогие. Я надеюсь, что вы что-то получили. Давайте мы встанем. Я просто сейчас хочу высвободить эту молитву близости, жажды и голода, которые нескончаемая голод, нескончаемая жажда, которая независимо от твоего уровня хождения с Ним, чтобы она умложилась. Потому что Бога не может быть достаточно. Как я говорил, Бог, Он не скучный. Если твой Бог скучный, то это Он, твой Бог Он такой. На самом деле, Он очень не скучный. Он настолько добрый, настолько красочный, настолько просто уникальный, спонтанный, интересный, я хочу, чтобы вы познали глубину Его сердца, познали глубину Его насущности, Его натуры, кто Он есть. Я просто люблю, говорю, высвобождаю Иисус, что мы любим Тебя. Ты наша ценность, Ты наша реальность, Ты наша жизнь, любимый. Это все насчет Тебя. И мы преклоняемся перед Тобой, мы почитаем Тебя в первую очередь. О, Господь, мы хотим исполнить все Твои желания, все, что Тебе нравится, все, что Ты хочешь, мы хотим познавать и познавать и познавать Тебя, так как Ты познал нас. Ты знаешь нас лучше, чем мы знаем себя. Ты сотворил нас, Ты создал нас. и Иисус, захватывай нас, открывайся нам, захватывай нас, покоряй нас еще больше и больше и больше, завоевывай нас еще сильнее и сильнее и сильнее. Открывайся каждому, открывайся каждому, тебе нет предела, ты бездонный колодец, без начала и без конца, что всю вечность мы будем познавать тебя, мы будем шокированы, приятно шокированы твоей реальностью, твоей сущностью, твоей натурой. И мы начинаем это здесь. Какая привилегия, что мы это можем делать здесь. Ты на троне нашей жизни, ты на троне нашего сердца, ты хозяин. И мы воздвигаем тебя, Господь, мы воздвигаем тебя, твой трон нашей жизни на первое место, на самое главное. На самое почетное. Иисус, ты наш Господь, ты наш Царь. И мы преклоняемся перед тобой. Мы говорим все насчет тебя. Это все для тебя. Мы любим тебя. Скажи ему, как ты любишь его. Скажи ему, как ты любишь его. Скажи ему, как ты любишь его. Мы любим тебя, любимый. Мы ценим тобой. Мы обожаем тебя. Иисус, спасибо тебе. Спасибо тебе, наша любовь. Иисус. Иисус. Иисус, нет ценнее и нет дороже личности. Нет ценнее и нет дороже личности, чем личности Христа. Твое лицо, оно самое красивое, оно самое дорогое, оно самое близкое, оно самое родное. Когда мы смотрим в твои глаза, Господь, мы видим такое самое родное, самого родного человека, самого родной личности, которую мы видим, когда мы смотрим на тебя. Творец, наш Творец, который так безумно возлюбил нас. Это самая родная личность. Это ты, Иисус. Захватывай свою церковь, захватывай свое тело в себя, на глубину, близость к тебе. Иисус. Любимый наш, мы еще раз и еще раз говорим, что ты царь всего нашей жизни, ты хозяин и ты в центре. Аминь. Аминь. Воздайте Ему славу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok